Тимоша, сейчас будешь на камеру объяснять. Работает? Да. Так, дело в том, что это полная импровизация. Я ему не говорю лучше ребят. Давайте, показывай. Тимош, возьми рамки, показывай. Так, отойти надо немножко. Всем. Оттуда и к нам. Тимош, давай. В этом месте, вот сейчас, перед красным пятном, у него должны рамки разойтись. Ну-ка. Ну нельзя останавливаться. Иди сначала. Тимош, ну хочется сделать чистый опыт. Только сегодня, вот первый раз в жизни взял рамки. А сейчас смотрю, уже ребята усят. А это очень важный момент. Поехали. Поехали. Чуть быстрее. Вот. Вот это вот то самое место. Короче, у ребенка уже есть эти. Теперь смотрите. Тимош, дай я теперь покажу, какое биополе у нас это. У нас уже есть. Софья, хотите биополе проверить? Понял? Да. Вначале контрольный замер. Я наступу подальше, я тебя мерить буду. Давайте, Тимош, возьми, поснимай. Не-не, ты его так и держи. А как оно типа вот? И что это будет значить? Хорошее у нас биополе. Есть оно или нет? Нет-нет, только туда, туда, туда. Хорошее, не биополе? Еще, 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 еще. Еще у тебя три метра биополе. Вот, 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 еще, еще. Показываю всем. Дело в том, что ученые эти, как засушенные акулы, у них биополе редко у кого бывает. У тебя биополе три метра. С моей практикой, помнишь тренинг? У тебя биополе пять метров. С тобой опасно иметь дело. Главное, тебя не злить. Косики, кинешь ты? Иди там, найди абрикосики вот под этими деревьями. Бабочка! Бабочки, бабочки! А ты по вашей бабочке. Теперь мерить будем? На это самое, на это самое. Так, ну, Александр, а надо отойти, и на себе биополе влиять будет. Подальше. Подальше, подальше. Метры. Я размучился, мерил целителя, у него биополе не влезло в комнату. А я ничего понять не могу, думаю, разучился что ли. Представляете? Пришлось на улице его мерить. Шесть метров. Это первый раз у меня такое было. Ну что, готовы? Да. Если будет слабое, я не сердце, я потом научусь. Ничего не надо делать. Ты просто стой. Ну, вы знаете, это полтора метра, почти два. Это довольно, это, шире, да. Я боялся, что все будет ноль. Да? А у тебя, кто за компьютером, это все. Да? А если у тебя, если у тебя, покажи биополе, ты что, это плохо? Хорошо. Так у меня покажи. А у кого он может как лучше? Становись, давай, Тимошку померим. Иди, иди, я тебя померю. Тимошка. Еще раз. Куда же Таня померишь? Пусть я коровка еще не стояла. Так. Пусть я коровка... Что мне, на полтора метра надо? Дело в том, что утром он был совсем, это, скис. Ну вот. Ну вот, показывает. А утром ни хрена не было. Это после твоих компьютеров. Вот провел полдня в беготне, вот уже есть. Так, ну что, с этим... Выключаем? Сейчас несколько слов скажу. Уважаемые зрители, ряд фильмов специальных учебных уже создан. Вот, напоминаю, что у меня здесь есть геоподогенная зона. Есть на том участке. Там, где я... Там еще не растет? Да. Уже в течение 20 лет. Провожу учебу таких, как у... У меня, кстати, тоже на участке есть одно место, где мужчина растет? Ну, потом проверить уже, сами делать. Вот, рамки любые, или это длинные спицы вязальные, или это просто оболочка убирается с электродов, остается сердечник. Причем я выбрал специально грубое. Даже грубое, они спокойно работают. Вот. Еще вот это вот специальное, чтобы их не задавить, не задавить. Я сделал эти... Оболочку или чехни от этих, от ручек, от шариков. Так, видите? Вот, чтобы лучше, я их еще, вот она видела, смазал еще растительным маслом. Так. И они теперь очень чувствительные. Ну, и что еще сказать? Для чего это надо? Обязательно, чтобы проверить дома, когда койка будет в священном или не священном берегопедной зоне, значит, болезни гарантированы, короткая жизнь, вот, вплоть до раковых заболеваний. Я специально, громко говорю, с такой трагизмом. Обязательно нужно, чтобы кто-то, опытный баллокаторщик, перемирившую квартиру, убрал стулья, кресла, кровати из этих гепатогенных зон. Это не вам говорю, вы можете считать, что это все ерунда. А кто-то мне и поверит, а значит, здесь спасет. Вот, ну, аварий на дорогах отдельная тема. Крыша едет. Те, кто быстро пересекает эти зоны, на долю секунды теряет сознание, а когда очухивается, то в реанимации, как правило. Ну, или бывает уже, когда гроб заколачивает, он говорит, что такое, я уже еще живой, а уже гроб заколачивает. А у кого нет биополя? У кого нет биополя, они-то как раз и есть те самые, которые первые попадают, живя в гепатогенной зоне, это может быть несколько квадратных метров, несколько десятков квадратных метров. Вот, я находил половину участка 16-соточного гепатогенной зоны. Я все находил. Вот, значит, нет биополя, это самые люди, которые подвержены именно этому. Вот она может прожить долгую жизнь, но, правда, все равно с болезнями, гепатогенной зоны. У вас будет чуть короче, у вас в два раза меньше. У вас хорошее биополе, но все-таки в два раза меньше. А у кого его нет, у него тут уже очень плохо, очень плохо. И еще, у меня где-то метро в спокойном состоянии 4-5. Так вот, это, сейчас, договорю, мы где сбили. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Такую хорошую вещь, хочу рассказать. Очень важную вещь, хочу рассказать. Ладно. Давайте сделаем так. Это будет, заканчиваем второй фильм. Идем на ту-ту-сяц, так я буду вас выгостить с фруктами. Давай. erna. Давай. Надо. Давай. Редактор субтитров-су. Корректор субтитров-султема